Ну вот, дорогие друзья, обещание синоптиков начинает сбываться, то есть мы видим, что дождь прекратился, дорога сухая, включили автопилот под названием Куиз и продолжаем нашу поездку. Так как мне немножко скучновато ехать, то я все-таки решил вам рассказать сейчас про второе жилье. Пока едем, все равно хотим. Я детство боюсь, что у меня 16 гигабайт кончится и потом мы там вообще с вами не снимем, но снимем в другой раз, когда поедем уже туда жить. А мы поедем туда жить. В общем так, мы на подходах к Мюнхену сейчас, да? А там и до Аугсбурга недалеко, 60 километров. А оттуда еще час едем на месте. Короче говоря, что обозначает второе жилье? Ребята, это просто шикарная вещь. Это квартира в двух уровнях, 50 квадратных метров, то есть два раза больше, чем здесь, куда мы едем. В двух уровнях почему? Внизу находится большая кухня, туалет, ванная и так далее. То есть, ну такие бытовые вещи. А наверху находится спальня, тоже в 25 квадратных метров, то есть очень большая эта комната, считай, целая. Потом к этому прилегает этот самый, хотел быстро сказать, гарден. Гарден, ну сад. Участок, садовый участок, скажем так, прилегает. Собственный причем. Не то, что ты с кем-то можешь это делить, я это терпеть ненавижу. А это собственный, мало того, там стоит еще садовый домик небольшой для инструментов, там для всяких этих тачек и так далее. То есть, ну такой серьезный маленький домик еще один стоит. Рядом река, река, находится он тоже в этом месте, где, ну неподалеку, где Альпа. То есть, Альпа видно, должно быть, по-любому. Недостатком, просто то, что это тоже отдельно стоящая деревушка, дворов там немного. И, собственно говоря, есть там, конечно, какая-то это, но впервые милиция показалась, полиция. Давно не виделись. Месяца три не видел вообще ни одной полицейской машины. Вот. И, как бы, там есть своя какая-то небольшая такая забегаловка, где можно купить продукты. Но они, естественно, дороже. А чтобы закупиться, ехать надо за 10 километров. Врачей тоже нет, аптек тоже нет. То есть, все это вот в соседнем центре. Ну, как вот здесь было, то же самое. И второй недостаток. Все там хорошо, все замечательно. Недостаток в том, что дорого, ребят. Дорого. И плюс к тому, что топить ты должен сам. То есть, покупать дрова, а дрова дорогие. Летом, ладно, можно как-то прожить. А на зиму придется покупать дрова и дровами топить. И это неизвестно, как это все будет. То есть, я... Ну, не топил я дровами, скажем так. Для меня это как-то совсем необычно. Может быть, как-то романтично даже. Потрескивание дров. Но это не камин, это печка. Вот. Поэтому, как бы, я, конечно, сделаю сейчас упор на первый вариант. Если не получится, мы с вами поедем на второй и там продаем. Что-нибудь должно из двух, что-нибудь я выберем. Ну, а сейчас поедем дальше. Что говорят, что у нас 9 километров будет ремонтная дорога. Ну, я надеюсь, что сегодня... Хотя уже притормаживаю. Ладно, не страшно. У нас нет точного времени. Когда приедем, тогда приедем. Попреждаю, что будет у нас пробка. Но, что меня радует... Сейчас попробую я вам показать, ребята. Не знаю, видите ли вы или нет, но на горизонте Альпы. Ну, трудно. Камера не возьмет, скорее всего. Но, моя родная. Надо же. Я вижу Альпы. Я вижу эти горы с нижней вершины. Обалдеть. Просто обалдеть. Такое чувство прекрасное. Видеть. Такое. Ну, ладно. Подождем, когда подъедем. Там должно быть лучше видно, чем из Минхена. Ну, под Минхеном, ребята. Ну, под Минхеном. Ну, а вот и первая пробочка. Чудненько. Ну, а как же. Под Минхеном всегда такие штуки. Какой красивенький тоннель. Красный, желтый, зеленый. Все как положено. Хе-хе-хе-хе. Ну, вот и свет в конце тоннеля. Символично. Ну, вот и обещанное солнце. Мы приближаемся. Осталось 115 километров, если мы точно отключим. Так, что нам говорит. Через час мы будем на месте. Ну, я думаю, теперь не заметить на горизонте горы. Может, только слепой. Вот туда мы и едем, ребята. У нас осталось... Сейчас, секунду. Так, включим. Навигатор. 66 километров всего. Ого, господи. Навигатор говорит, что сворачивай, сворачивай. До места 7 минут. Ладно, свернем, раз так настаиваешь. Давай свернем. Да. Горы. Ходи далеко, но достижимо. Хочи достижимо. Так, куда теперь? Сейчас резко направо. Резко направо, да. Хорошо, что 3 километра нам осталось. Посмотрим сейчас. Так. Так же здесь хорошо. Мне не надо будет никуда ездить. Здесь я могу машину свою на техосмотр отправить. И домой пешком вернуться. Что немаловажно. Что немаловажно. Скорость. Скорость до 50. Так, сколько у нас здесь? 130. Ух ты, блин. Это даже меньше, чем я заправлялся. Вот это да. Нам надо будет немножко заправиться. Денежку потратили. Хорошо. Глядем, такой замечательный магазин, оказывается, еще есть. Так, уезжаем в городок. Ну, делаем 50, наверное, здесь все-таки. Смотрим по сторонам. Фиат продают. Не надо нам Фиата. Это худшая машина, какие только есть на Земле и в космосе. Так. Смотрим, куда она сейчас налево. Нас заставят повернуть через какое-то время. Пока едем прямо, 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 прямо. Ваш парк. Текстильный автовеш. То есть, текстильная мойка машины. Так, ну, тут понятно. Ну, а теперь нам надо будет сворачивать налево. Люди жизнь пробят. Так. Один километр, ой, мне. Все волнуется. Море волнуется раз. Море волнуется два. Море волнуется три. Это фигура замри. Поворачиваем. Так, повернули. Дальше что? Говорят, надо ехать дальше. Собаку вижу тут. Так, повернули, повернули. И еще раз повернули, что ли? Так, ну, давайте еще раз повернем. Что ж такое-то? Одни повороты круглые. Так. Давайте поедем аккуратненько сейчас. Пряменько-пряменько, и потом налевенько. Что-то я, наверное, проехал. Налево я, наверное, проехал. Так, ну, заодно посмотрим город. Немножко. Да то, как. Кстати, мне аптека нужна. Видно аптеки? Аптека нужна. Там я что-то вижу похожее, но пока нет. Так, проезжайте все, проезжайте, проезжайте. Ох, а что эти бабушки на лесопедах. Я раз, помню, уступил, потом как, врезался в другую машину. Вот, думаю, спасибо бабушке. А, о, аптека. Ха-ха-ха. Сейчас мы сразу же на ней заедем. Собака. Он уже в эту вылез. Хорошо сейчас ни щенок не поместится. Так. С больной головой не ландил. Поэтому. Сейчас еще. Что-то мне кажется, вот это, что впереди, нам туда. Вот где-то золото-красный домик. Мне кажется, туда. Ну, я карту хорошо изучал. Смотрел местность. Так, никого? Никого, поехали. Так, навигацию включаем. Давай-давай, включайся. А, нет. Говорит, куда-то поворачивать. Направо. Я думаю, туда прямо. Вот, елки-палки. А куда ж ты нас ведешь? Куда-то тропинка Меня вызовела Без милой принцессы Мне жизнь. О-о-о-о. Остается 50 метров, ребята. 50 метров, все. 50 метров. Так, мы должны были свернуть. А-ха-ха. Сейчас развернемся. Я чувствую, что в ту сторону-то надо. Я шикарно смотрел. Сюда нам не надо. Развернемся. Аккуратненько. И поедем в ту сторону. Там, где деревья. Там, где озеро. Может быть, частное. Не знаю. Аккуратненько. Так. Вот. Сейчас мы сюда повернем. Правильно. Улица. Да. Значит, мы правильно на дорогу идем, товарищи. Так. И дом у нас. Дом у нас. Какое у нас дом? Народ ходит гулять с детешками. Ага, приехали. Так. Шузгибит, да? Шузгибит, это охранная. Это заповедник мы заехали. Вот те раз. Ну, тем лучше. Тем лучше, ребята. Чем дальше от всех этих поселений, тем лучше. Хорошо жить в пригороде. Всегда лучше жить в пригороде. Так. Что он говорит нам? 200 метров еще. Ну, ну. Так. С левой стороны. Сейчас посмотрим. В Германии найти что-либо, это целая проблема. Они не пишут никогда улиц, только номера. А номера внутри тоже могут быть номера. И вот крутись там, смотри. Ну, кажется, вот желтый дом, они говорили, это оно и есть. Так. А куда же я должен вставать, интересно знать. Вот этот желтенький, да. Это по-моему он. Сейчас. Посмотрим, где тут нам нужно будет припарковаться. Ну, по-моему он здесь все позамерит. Ладно, сейчас развернемся, поем. Попробую там где-нибудь встать. Смотри, они холодильник достали, наверное, ждут меня. Хе-хе-хе-хе. Ну, это хорошо. Нет, мне тогда не придется покупать холодильник. Было бы чудесно. Так, сейчас подкроем двери окна, чтобы нас с тобой кто-то не сдохнулся, не дай бог. Машина быстро нагреется. Попробую поставить вот здесь. может быть, пролезет нам это. Так, и так, как я сказал, вот этот дом на первом этаже живу я. Почему я так уверен? Ну, потому что собрались в консилиум, и было до меня двое, и после меня еще собирались трое прийти. Они решили для меня. сыграло роль, конечно, мое обаяние. Это же, это же сто процентов, да? Но в этот раз был самый обаятельный был собак. Во-первых, у них есть две собаки, но хозяину больше нравятся большие. О, смотрите, а здесь ландыши. Собак, уйди. Не лезь туда. Не лезь туда. Ландыши, видите? Вот он. Рекс. Не ходи туда. То есть, вот уже, пожалуйста, пришел, так аккуратненько нарвал, и уже у вас ночер-мортик. Здесь у них дача, я смотрю. Вот. И вот это озеро. Озеро, это тоже находится в приват, как я и говорил. Ну, если ничего не бывает безмозного. Но радостно то, что вот эта улица, вот вся эта улица имеет право здесь ходить, отдыхать и купаться. То есть, вот так у нас есть привилегия. Теперь мы попробуем подойти поближе к этому озеру. Представьте, она вот скоро расцветет здесь всеми цветами радуги. Рекс. Пожалуйста. Никак. Вот звери, да? Ничего, ты скоро в школу пойдешь, там тебя гада научит свободу любить. Так, здесь грязно, пойдем-ка мы наверное обойдем вот тут. Ну, понятно, еще снег только-только сошел, а вот и озеро. Так, это такая запруда. по сути дела это, наверное, искусственное озеро. Я так понимаю. Речка течет и красиво будет, ребят, ужасно будет здесь красиво. Пойдем немножко вот сюда. так, 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 садим сюда. Деревянный полк. Хорошо, пойдем. Так, снижение боится, идет. Так, сейчас посмотрим. Садим. Не, заберу, не давай. ну вот, посмотри, это вот чудо в двух шагах от дома. разве не прекрасно-то? А там дальше поля, луса и где-то должны быть горы. Сейчас мы заедем еще в город, проедем немножко по городу чуть-чуть. Рек спить хочет. Ну, теперь. Я не знаю, можно ли себе здесь купаться, но он уже пытается. все, пошли влазить. Мы едем домой. То есть, все хорошо, ребят. Ха-ха, вы со мной не соскучитесь. Спасибо.